Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Мы приглашаем вас к обзору рязанских событий этого дня. Как всегда, обсудим наиболее заметные городские тенденции, а также поднимем темы, которые находят самые живые отклики в разговорах рязанцев. Итак, время говорить. Коротко о главном сегодня. А ну-ка, товарищ, постойте! Губернатор Олег Ковалев распорядился приостановить стройку на Московском шоссе. Поручик Голицын, сдавайте патроны! Около Дашковской помоечки найдены самые настоящие боеприпасы в немалом количестве. Квартирный вопрос жительницы поселка Поляны, отчаявшись в попытках сохранить жилые квадратные метры, обратилась в прессу. Приступим к делу. Вопрос дня возник у рязанского губернатора Олега Ковалева. После того, как начальник региона увидел масштабную стройку, разворачивающуюся на Московском шоссе в районе торгового дома Барс. Этот объект, как оказалось, не детский сад, не школа, не дом для инвалидов или нуждающихся, а самый банальный торговый центр. Интересно, что у нас, как только разрешение на строительство получат, так сразу всех тянет соорудить какой-нибудь хоть завалященький, но именно торговый центр. А что, сдал помещение в аренду и сиди, считай от аренды дивиденды, вуз не дуй, мечта поэта, да и только. Начальник региона дал поручение узнать подробности дела первому зампреду правительства Олегу Булекову, а и же с ним руководителем регионального министерства имущественных и земельных отношений, госстройнадзора, управления архитектурой и так далее. Так что теперь будет работа чиновникам, чтобы разъяснить верховному в регионе, А зачем Рязани нужен еще один торговый центр, да там, где их и так пруд пруди? Уже скоро и в каком-нибудь Нью-Йорк-Сити торговых зданий на единицу площади будет меньше, чем в Рязань-матушке. Это же опять неизбежные автомобильные потоки, а значит пробки, заторы и прочие неприятные вещи. До выяснения всех обстоятельств строительство приостановить, распорядился Олег Ковалев. Надо заметить, что в тех краях вообще строительство идет такое, что просто держись. Например, у здания пенсионного фонда уже в буквальном смысле слова повернуться-развернуться негде. Такие вещи, как непонятные строительства, надо и впрямь пресекать в корне, и пока не поздно, а то у нас есть уже прецеденты. В том числе, например, в центре Рязани, на улице под названием то ли Астраханской, то ли Ленина, тоже непонятно. Коротко говоря, аккурат у горпарка. Здесь чиновники активно сносят на бумаге, да никак не снесут в натуральном виде, курьезный сарай-паразит, прилепившийся к историческому зданию бывшего поземельного банка. Ну и завершая сегодняшнюю передовицу, сообщим, на эту пятницу администрации Рязани назначено выездное обсуждение с целью выяснения общественного мнения по вопросу строительства многофункционального досугового детского центра на улице Интернациональная, тоже Московский округ. Детский центр это очень хорошо, это мы всегда за. Только надо повнимательнее посмотреть, а не станет ли при строительстве детский центр приобретать явственные очертания центра торгового. Разве не было уже чего-то такого на тему, как в кино брюки превращаются в том же самом московском округе? Строили одно, а выстраиваться стало совсем другое. И был тогда скандал, который пришлось разруливать с участием высоких представителей власти. Еще в Рязани сегодня говорят о помойках, битком набитых боеприпасами. Слухи проистекают из дошково-песочинских краев, где, говорят, нашли в изобилии пули да патроны. Вот это самое говорят, сами понимаете, никакой аналитики не поддается и в серьезных изданиях не должно присутствовать. А потому материал о песочинских находках, подготовленный при поддержке пресс-службы регионального УВД, продолжает программу. Действительно, вчера во дворе дома номер 33, дробь 4 по улице Новоселов, прямо около мусорного контейнера был обнаружен пакет с боевыми патронами. Об опасной находке сотрудникам полиции сообщил мужчина, убиравший прилегающую территорию. То есть, как в старые времена, дворники проявляют особую бдительность и вообще должны состоять на негласной службе в полиции. Полицейские, прибывшие на место, вызвали следственно-оперативную группу. Эксперты осмотрели боеприпасы и изъяли их для исследования. Ну, мы это, грузили мусор сам, это там, я открыл сам, шушом-то, бутылки себе эти вот, это сам, дворник, нет? Ну, я ебил, дворожка я сам, и в милиции стоят, я прямо к ним и притащил. А вообще-то никто не отменял федеральную программу, связанную как раз с разоружением граждан. Можно просто прийти в полицию, сдать неизвестно, как попавшим вам в руки оружие или боеприпасы, и все, вы чисты перед законом и даже обладаете призовыми средствами. Потому что за сданные грозные предметы положено вознаграждение и, параллельно, снимается уголовная ответственность за их хранение. Так что принимайте решение сами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел ДТП на данном перекрестке. Владелец имени Ухандая, будущее, не могу сказать, пьяный, нет, не пропустил водителя газели, врезались они, потом летели в меня. То есть, получается, он не пропустил газель, газель пытался уйти от столкновения, да? Газель даже, я думаю, не успела заметить, потому что у нее кто-то летит. И потом они врезались. А как себя вел виновник ДТП? Неадекватно в большей степени, поскольку он выше представителем власти ДТПС и только джекельность в руке. Далее в программе репортаж о событиях, которые в этом январе буквально всколыхнули рязанцев. Речь идет о зверском надругательстве над девушкой, учиненном тремя пьяными насильниками. Причем возраст двоих не достиг еще 18 лет. Об известных и новых обстоятельствах дело рассказывает Олеся Харлина. То, что пережила бедная девушка, трудно представить. На оперативных кадрах ни одного целого предмета одежды. В январе этого года около пяти часов вечера потерпевшая возвращалась от подруги. Между улицами Политаева и Березовой стояли на парковке автомобили. В одном из них и подстерегала беда. В каждом из троих молодых людей было по бутылке водки. И это при том, что двоим из нападавших она еще не положена по закону. Им нет 18-ти. Завидев проходящую мимо девушку, у негодяев созрел план – затащить ее в салон и изнасиловать. Под угрозой смерти девушку затолкали в машину и вывезли за город. Автомобиль остановился, когда безнадежно застрял в колее. После этого совершеннолетний сразу же достает из багажного отделения бутылку, пустую бутылку из подводки. Говорит потерпевшая выйти из автомобиля. Она выходит. Он незамедлительно приближается к ней и наносит ей три удара бутылкой в обозголовы. Отчего бутылка разбилась. Потерпевший падает на землю и начинает кричать. Протокол страшно читать. Девушки разбили лицо и два часа на дне изощренно издевались. Один из несовершеннолетних предпочел наблюдать со стороны. Затем зачинщику преступления пришла в голову другая гениальная мысль. Вместе с жертвой отправиться в сторону Южной окружной, чтобы найти добровольцев, которые отбуксируют их автомобиль. Злоумышленников не смущало, что кто-то обратит внимание на их спутницу. Воспользовавшись моментом, девушка из последних сил рванула через дорогу к первой же машине. Водитель помог ей добраться до ближайшего бизнес-центра. Охранник, к которому обратилась девушка, пояснил о том, что действительно из головы у нее текла кровь. Она находилась в истерике и сообщила о том, что ее изнасиловали совсем недавно в лесопосадки. Злодеев задержали прямо у легковушки. Самый старший из них уже знаком с процедурами протокола и допросов. А вот несовершеннолетние сообщники характеризуются напротив, только положительно. Согласно санкциям, статьи им грозит по 10 лет за каждое преступление. Далее у нас рубрика «Народные чаяния» в журналистском обиходе, называемая попросту бытовухой. Самые разные народные проблемы, а то и беды наполняют собой этот раздел. И порой у самих журналистов глаза бывают, как говорится, на мокром месте от рассказов простых людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Сегодня Оксана Тебенихина привезла для «Народной рубрики» репортаж из поселка Поляны. Последние 10 лет своей жизни Нина Петровна Назарова буквально прожила в судебных залах заседания. Нет, она не злостная рецидивистка. Она мать дочери инвалида второй группы, чьи права, по словам женщины, злостно нарушаются. Этот дом, больше напоминающий горстку дров, является законной собственностью больной девушки. Находится он в селе Поляны. Сначала ее мать Нина Петровна всеми правдами и неправдами пыталась добиться от местной администрации того, чтобы в доме провели капитальный ремонт. Сейчас же, по словам женщины, дело дошло до того, что дом у нее отобрали и выставили на торги. В пятом году мне, в общем-то, администрация подтолкнула, мол, Нина Петровна, вы проватизируете, а потом что-нибудь сделаем. Я просила администрацию, чтобы либо поменять, так как мы не в состоянии отремонтировать этот дом, так как ребенок инвалид в детстве, я сама инвалид второй группы. В общем, на дни пенсии нам не потянуть. Я проватизировала сдуру в 2005 году на ребенка инвалида, вот на Алевтину Сергеевну. Первые суды мы выигрывали, потом администрация полянская встречный подает иск на ребенка инвалида, так как якобы она довела до такого состояния жилье. В общем, и принудить нас в капитальном ремонте. Мы просим у администрации помочь, администрация на ребенка инвалида. У них якобы денег нет, а у нас их много. По мнению чиновников, сельской администрации в доме жить можно. Взорвалась канализация? Пустяки. Придырявилась крыша? Вообще ерунда. Стены отошли от фундамента. Просто не обращайте внимания. Дом-то огромный, какой простор для жизни. Только вот щели в полах настолько большие, что местные кошки устроили в бывшей спальне хозяев настоящий притон. Мохнатым вход свободный. Сколько судов уже позади и не сосчитать. На сегодняшний день ситуация остается совершенно непонятной. Вроде бы дом оприватизирован, вроде и на инвалида. А отнимать его собрались у матери девушки, хозяйки имущества. В общем, дело ясное, что дело темное. И куда идти женщинам с их бедой, непонятно совершенно. Скоро дочка Нина Петровна вернется домой с учебы. А дома, как такового, фактически нет. Сегодня в Рязани проходила встреча по вопросам проведения вакцинации. Тема актуальная. Потому как ранее насчет этого самого укололся и пошел. Только мультики снимали и замечательные детские стишки печатали. Дело было само собой разумеющееся. А в последнее время люди задают немало вопросов на тему, а надо ли это, а не опасно ли. И так далее. Поэтому тема вакцинации населения получает немалые резонансы. Становится полем, на котором ломается все больше научных копий. На заседании правительственной комиссии по вакцинации населения чиновники совместно с работниками системы здравоохранения обсудили, насколько готовы медицинские учреждения к началу эпидемиологического подъема. В этом году планируется привить от гриппа и простуды около 300 тысяч человек по всей области. Прежде всего, это так называемые группы риска. Школьники, пенсионеры и медработники. По словам медработников, вакцина каждый год обновляется в соответствии с мутациями вирусов и прогнозами Всемирной организации здравоохранения. Уже сейчас разработан комплексный план вакцинации жителей Рязанской области. Мы спросили у горожан, как они относятся к прививкам. Прививки в этом году будете делать от гриппа, от простуды? Да, будем. А почему? Ничего, чтобы не заболеть. Почему? В вакцинацию пойдете сами? Прививки делать от гриппа? Нет. Почему? Ну, я считаю, что это необязательно. И когда ребенку предлагают делать, мы не отказываемся. И когда родители говорят, тоже сделайте, мы тоже сделаем. Потому что это просто. И потому что вместе с ребенком. То есть не надо куда-то специально идти, записываться, тем более заплатить за это. В этом году прививку от гриппа себе будете делать? Я против вирусных других вопросов. Нет, я не делаю никогда. Никогда? Нет. А почему? Ну, иммунитет нормальный, я не болею. Все. Прививки от гриппа в этом году будете делать? Уже сделано. Сегодня многие рязанцы отложили обратно в комоды легкие летние маечки и начали спешно гладить на работу что-то с рукавами, а также отыскивать ветровки и плащики. На улице холодает, небо пасмурное, а дождик периодически напоминает о том, что осень-то вот она. Поэтому и репортеры нынче пошли по протаренной дорожке в областной гидромедцентр, чтобы узнать и рассказать рязанскому миру о том, какая погода ждет нас в ближайшие дни. Мы тоже здесь оригинальности решили не проявлять. Выпуск сегодняшней программы продолжает синоптический отчет. Вот и бабье лето пришло, как последнее напоминание о минувшем большом лете. Пока столбик термометра в дневные часы не опускается ниже 18 градусов. Но уже после выходных гидрометеоцентр обещает перемены в погоде. В четверг и пятницу погода на территории нашей области будет определяться влиянием обширного антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы около 5-10 градусов. В пониженных местах при прояснениях не исключены слабые заморозки. Днем ожидается температура воздуха 19-24 градусов тепла. В субботу в перемычке между двумя антициклонами не исключены кратковременные дожди. Но, скорее всего, они будут локального характера, то есть пройдут местами и будут небольшими. Осень, между прочим, была любимым сезоном поэта Александра Пушкина. И действительно, очаровательное время года. Лишь бы моросящий дождик не стал для нас привычным дополнением к утренней сонливости. На сегодня все в проекте «Время говорить». Однако мы с вами надолго не расстаемся. Сейчас будут включены студийные камеры на площадке программы. Подробности. У нас в гостях будет политолог Юрий Мастяев. Наш эксперт по вопросам историческим и политическим. Разговор пойдет о геополитике в контексте украинского кризиса. Так что увидимся очень скоро в подробностях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА